Так что мы решили использовать специальный экран с LR-полотном. Плюс такого экрана заключается в том, что он поглощает боковой и другой паразитный свет. Например, если в помещении включены лампочки. И в таком случае изображение с проектора действительно видно в разы лучше. С выключенным светом все еще получается лучше, но и так хорошо. Таким способом будет поставить его на столик или даже просто на пол. Мы так и сделали. При этом, когда сидишь на диване, изображение как раз на уровне глаз. Очень удобно. Ножки снизу проектора. Это после установки проектора. Это лазерный проектор. И тут не один лазер, а сразу три. Для красного, зеленого и синего каналов. Честно говоря, несмотря на это чудес я не ожидал. Но картинка превзошла абсолютно все мои ожидания. Здесь настолько все ярко, насыщенно и контрастно. Естественно, смотреть фильмы и сериалы в HDR10+, одно удовольствие. 147% цветового пространства P3 и 106% пространства BT-2020. Характеристики превосходят абсолютное большинство даже самых дорогих экранов. Отчего стоит только просмотр того же Человека-паука. Таких впечатлений от картинки я не испытывал даже в одном из лучших кинотеатров Москвы. Сравниться с этим изображением могут только премиальные телевизоры от той же Samsung. И это первый случай на моей памяти, когда проектор может потягаться с премиальными телевизорами. Не говоря уж о том, что такой картинки в проекторах я еще не видел никогда. Короче, тут невероятное изображение. Хоть на камеру его и не передать. Очень тяжело такое снять и придется... Продолжение следует...